Весной пробуждается природа, а вместе с ней желание творить. Валерия Твердохлебова – молодая художница, для которой это время года открывает новые возможности для творчества. Выходные Валерии теперь проходят среди цветущих деревьев. Пооружившись красками и кисточками, она погружается в свой интересный и загадочный мир. Написание картины – это бесконечный этап, бесконечный этап. Ты растешь над собой, и ты видишь, что нужно изменить, подкорректировать. Где-то ты в прошлый раз это не учел. Все равно возвращаешься, и можно, наверное, писать бесконечно все-таки. Любовь к рисованию проявилась в раннем возрасте, когда девочка часами проводила за любимым делом. Ее талант и старания со временем оценили в художественной школе, а позже и в Бендерском художественном училище. Валерия признается, что никогда не стоит на месте, постоянно ищет новые сюжеты и идеи для реализации своего творчества. Очень много тем, которые не затронуты мной. Поэтому я узнаю, я раскрываю. Даже в обычном натюрморте я стараюсь посмотреть по-новому, с интересной, допустим, точки зрения, с другим подходом. Вот, все равно, так же и в портрете, и в пейзаже. Я продолжаю обучаться, мне много интересного. Я не могу выделить какой-то один жанр, который для меня будет ближе всего. Портреты, натюрморты, пейзажи. 25 живописных полотен представлены на персональной выставке Валерии Твердохлебовой. Первая выставка – это всегда волнительно, признается художница. Для экспозиции отбирались самые лучшие работы последних лет. Особой любовью автора пользуются цветочные композиции. Этой выставкой я для себя хотела подытожить какой-то момент, чтобы посмотреть на себя со стороны. Потому что, когда ты с другими художниками, немножко другой эффект. Да, ты себя сравниваешь, ты чему-то учишься. Посмотреть на себя отдельно, как бы, тоже как зритель. Вот чего я добилась, чего я достигла, благодаря тому, чему меня научили. В своих работах Валерий стремится показать новые направления, используя различные техники. Вот так, несколько лет назад, художница решила провести эксперимент над своим автопортретом. Он необычен тем, что он выполнен на черной пастельной бумаге, белым мягким материалом, соусом и пастелью. И сложность работы заключается в том, что, когда мы рисуем на белой бумаге, мы рисуем тень, карандашом черным. А здесь обратная задача. Мы рисуем свет. На черной бумаге мы рисуем свет. По мнению художницы, природа в Приднестровье отлично подходит для написания картин. В ней есть особенности, свой колорит, который можно узнать из тысячи. Эта работа доходится на стадии завершения. И, наверное, еще не один час пройдет, пока художник скажет, что она готова.